Расскажу вам уже по ходу репортажа, я не уверен, что игра будет сверхзахватывающей в течение всего времени этой игры. Но еще один подтекст матча, капитан сборной Черногории, прекрасно знакомый по чемпионату Италии, к сожалению, подзабытому в силу определенных причин. Мирка Вученич, нападающий Ромы, с капитанской повязкой, выходит на стадион, на котором он сделал себе имя в серии А, выступая за местный клуб. Я уже думаю, вы догадались, речь идет о городе Лечи, потому что именно в Лечи Мирка начинал свою итальянскую карьеру до перехода в Рому. Итак, Италия, Черногория, любопытный факт, Черногория команда, не знающая в своей истории поражений, как бы парадоксально это ни звучало. Состав Италии на ваших экранах, он абсолютно предсказуемый по сравнению с игрой против Болгарии в субботу, в котором итальянцы сыграли в ничью 0-0. Минимальные изменения Монтолева отсутствуют, вместо него Куйлани в стартовом составе, чуть более атакующий состав. Ну и у сборной Черногории сразу же знакомые лица попадают нам в кадр, футболисты, выступавшие в чемпионате России, в частности, Вученич. Да, ну пока как раз гимны послушаем, Черногория и Италия, вспомним заодно, кто же такой Витторио Поц. Витторио Поц. Витторио Поц. Витторио Поц. Витторио Поц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, прозвучали гимны. В Италии политику очень любят. Поприветствовали аплодисменты на гимн Черногории. Итальянцы. Но мы по этой информации, пожалуй, читать сейчас не будем. И оставим это дело. Средоточимся на футболе. Итак, сборная Черногории. Непобедимая сборная Черногории. Вот так вот, не правда ли, парадоксально это звучит? Ну, дело просто в том, что независимая футбольная федерация Черногории образовалась в 2007 году. В 2006, как вы помните, в Германии играла еще объединенная сборная Сербии и Черногории. Ну, а всяческие амбиции и желание делать все самостоятельно. Ну, это уже политинформация. Поставим в сторону. Короче говоря, в 2007 году образовалась независимая федерация Черногории. То есть она, не совсем правильно я сказал, она-то была образована еще в 30-е годы, но входила на правах ассоциированного члена в Объединенную Федерацию Футбола Югославии. Ну, уж совсем независимый членом УЕФА и ФИФА Черногорская Федерация Футбола стала в 2007 году. Ну, больше всего, конечно, повезло футболистам, которые получили возможность играть в национальной команде. Касается, в первую очередь, ну, таких игроков, как, например, не знаю, вряд ли это касается, конечно, Вученича. Ну, вот, скажем, футболисты, которые выступают в чемпионате России, там тот же Дринчич, вряд ли бы мог мечтать о попадании в Объединенную сборную Югославии или в Объединенную сборную Сербии и Черногории. Там все-таки конкуренция повыше и сложнее было бы туда. Попасть, но сегодня Дринчич играет и Танасевич, кстати, я думаю, что вот эти же размышления касаются и Йована, защитника московского «Динамо». Любопытная в этом смысле игра целый ряд футболистов, выступающих в чемпионате России на поле. Вученич, капитан команды, выводит сборную. На первый, кстати, в истории Черногории выездной матч официальный тоже не будем называть. Уже такое вполне историческое событие. Если для итальянцев, для сборной Италии этот матч совершенно проходной, то это знаковый матч на контрасте для главного тренера сборной Италии. Он может повторить рекорд Виторио Потсу. Кто это такое объясню чуть позже, после того, как мы объявим составы. Ну и, наконец, завершая описание интриги этого, казалось бы, ничего не значащего матча. Первая игра черногорцев на выезде. Непобедимые черногорцы, они сыграли два раза в ничью в своей жизни. Футбольный официальный против Болгарии и Ирландии. 2-2-0-0. В субботу черногорцы не играли. Пока, под волей у культуре, два матча подряд они сыграли дома и обе ничьи. Так что сегодня посмотрим, что ждет Черногорию, какую страничку она впишет в пока еще свою совсем-совсем короткую историю. Ничью, победу или поражение. Причем, что победа, что поражение будут первыми в истории этой команды. Итальянцы с мячом Динатали, который не планировался в основном составе делать передачу. Назад. Атака продолжается. Прострел в штрафную площадь. Паника. Удар к Елене. И счет мог быть на первой минуте открыт. Большой к Елене. Я ошибся. Никелли не привыкли к тому, что он третий номер. До сцена. Никелли на поле. Он выступает сегодня на месте центрального защитника. Итальянцы на этом заканчивают соревнования в нынешнем году. В общем-то, как и все остальные команды. В феврале ирландцы сыграют с Грузией. Перенесенный матч, следую по всему. А так, по расписанию, как раз в Черногории Италия и проведет. Следующий матч состоится уже на поле сборной Черногории. Ну что ж, с интригой этого матча мы разобрались. Давайте теперь переходить к составам команд. И начнем с хозяев поля, которые активно очень атакуют. Почему так происходит, тоже несколько случаев обязательно скажу. Отсутствует Лука Тони. Как ни парадоксально, возможно, это для вас прозвучит. Удар до Тузо. Мимо ворот, может быть, это и на пользу сборной Италии. Потому что, удивительно, прямолинейно атакуют итальянцы, когда на поле Лука Тони. В основном навесы ему в голову, с флангов или просто из глубины. Опять-таки, высокая передача в расчете на то, что Лука Тони исполнит скидку. И там кто-то из игроков вторым темпом подходит этот мяч и организует гол. Без Тони придется как-то по-другому атаковать. И я думаю, что на первых минутах радует сборная Италии своих болельщиков. Вот своим таким ярким атакующим футболом. Итак, Марко Амелия в воротах сборной Италии. Те, кто внимательно следит за чемпионатом Италии, знают о том, что Джан Лоджи Буфон получил тяжелую травму. Он не будет играть против Зенита в ответном матче. Но, наверное, это на руку Зениту. И я думаю, что увеличивает шансы питерцев на выход из группы. То, что я, несмотря на два зенитских поражения, считаю, что с Ювентусом побороться за второе место вполне по силам. Не сомневаюсь, что Реал займет первое место в зенитовской группе. Но это так отступление, поскольку оно касается основного вратаря сборной Италии. По поводу которого Дзинодзов, великий итальянский вратарь, сказал, что за Буфоном никого и близко не видно. Об этой проблеме мы с вами неоднократно говорили, комментируя. Вместе наблюдаем матчи серии А и матчи сборной Италии. Действительно, поколение растет у итальянцев мало. Впечатляюще это касается игроков во всех линиях, но вратарей в первую очередь. Потому что Марко Амелия, при всем уважении к его гипотетическому желанию сыграть в чемпионате России, ну, уже о многом говорит, не правда ли, да, если вратарь собирается в чемпионат России, из чемпионата Италии, то вряд ли это фигура, претендующая на роль Буфона, на роль первого номера самой сборной Италии. Итак, Марко Амелия. Не более чем, к сожалению для Италии, неплохой вратарь класса среднего где-то чуть выше. Вот Буфон на два месяца выбыл. Это проблема и для Ювентуса, и для сборной Италии. Но хорошо итальянцам, что он не какой-то такой суперважный турнир. Потому что под Буфоном Тольдо, хотя он старше, но Тольдо уже не рассматривается как вратарь сборной Италии. В результате второй сейчас, то есть третий, а ныне второй, это Морган де Санктис. На мой взгляд, очень классный вратарь, но далеко не молодой человек. Динаталин делает передачу в штрафную площадь. Скидка итальянцев должны уже открывать счет при таком огромном преимуществе. Я думаю, что гол не за горами. Джалардино на острие атаки. Сегодня ждут от него забитых мячей в отсутствии Луки Тони. Впечатляет игра итальянцев на первых минутах. Давайте посмотрим угловой и продолжим с составом сборной. Но я думаю, что вы уже и так разобрались, всех игроков с квадроотзора опознали. Угловой смотрим, справа фланга. Навес в штрафную площадь. Черногорцы пока что отбиваются. Не могут выйти из штрафной площади. Здесь видите, Коновару прессингует защитника Ньювановича прямо в Черногорской штрафной площади. Вот такое преимущество сборной Италии в дебюте этого матча. Итак, Марко Амелия. Теперь он первый номер сборной. Ну, по крайней мере, в этом последнем календарном году матче. Дальше. Второй номер Джанлук от Замброта. Третий Андре до сцены. Это крайние защитники. Второй и третий номера соответственно. Итальянцы играют под порядковыми номерами, а не под закрепленными навсегда. Как практикуют некоторые сборные, в частности, российская команда Филиппович. Наставник Черногорской команды был на ваших экранах. В центре обороны Джорджик Елини и Фабио Коноваро. Капитан команды. Четвертый и пятый номера. Поклонникам итальянской сборной поясню, что это, по мнению итальянских экспертов, основная пара центральных защитников сборной. Хотя Коноваро сильно за 30, но итальянцы считают, что он вполне может пойти по стопам Мальдини и так лет 5 еще совершенно спокойно играть. Так что на ближайший чемпионат мира, на который, я не сомневаюсь, Италия поедет, пара Киевини Коноваро будет основной. Очень обрадовались болельщики и специалисты, что восстановились после травмы тот и другой. И объединилась эта пара, потому что, в общем, проблемы у сборной Италии в обороне на чемпионате Европы, мы с вами видели, были очевидны. И только Голландия издевалась над парой Матерацио-Барцзали. В общем, только слезами на глазах можно об этом вспоминать. Итак, основная пара Киевини Коноваро на поле. С этой линией все понятно. Могут быть вопросы только по левому защитнику, где угрозу появился серьезный конкурент в лице Андреа Доссе. Подаст право мяч. Не знаю, Кулани, наверное, в отсутствии Пирова исполняет штрафную. Но я почти угадал, что сейчас будет забит гол. Итальянцы были очень близки к тому, чтобы открыть счет. И человек, который тоже знаком с этим стадионом, Полексич, вратарь сборной Черногории, числился в составе Лечи. Правда, он особенно не играл. Несколько лет назад это было. Но видите, как забавно. Два игрока основного состава черногорской сборной к Лечи имели самое непосредственное отношение. Полузащита сборной Италии. Даниэли Дероси 6-й. Симона Пеппи 7-й. Дженару Гатоза 8-й. 10-й. Альберто Аквилани. 11-й Динатали. Ну, забивать уже пора. Ну и пожалуйста, 1-0. Да, конечно, мощнейшая игра сборной Италии на первых минутах. И бешеная радость итальянцев, как будто бы они играют какой-то суперважный матч. 1-0. И Альберто Аквилани, на который возлагаются очень большие надежды, Виталий, но почему опять-таки попозже, расскажу мне все сразу, открывает счет в этом матче. Два нападающих. Ну, а в оттяжке Антонио Динатали 11-й номер. Вряд ли он будет играть на первой линии. На первой линии играет Джи Лардино. Симоно Пепе. Вроде бы, особенно никогда не блиставший футболист, представлявший скромные клубы, и так, по-моему, особенно не запомнившийся, к большому счету, своей игрой. В те сезоны, когда мы показывали серию А. Вот видите, за время отсутствия серии А на нашем канале дорос Пепе до основного состава итальянской сборной. Выступает сейчас он за Удинеза, команду, которая очень удачно начала сезон и держится сейчас на втором месте. Итак, на седьмой минуте Альберто Аквилани открывает счет. Итальянцев впереди 1-0. Состав сборной Черногории. Полексич в воротах. Третий номер Йованович. Четвертый номер Павичевич. Паток пятый. Танасевич, наш хороший знакомый, шестой номер. Вукчевич тоже, поигравший в чемпионате России. Седьмой номер. Йович восьмой. Мирка Вученич, главная звезда Черногорской сборной. Девятый. Бранко Бошкович. Четырнадцатый номер. Очень, кстати, талантливый был футболист. Но был, потому что, опять-таки, у него не первая свежесть. И хотя еще по-прежнему достаточно молодой игрок. Но так по большому счету своего таланта этот завод еще не успел. Но последите за ним. Четырнадцатый номер. Бранко Бошкович. Ну и, наконец, семнадцатый номер. Зверотич. А восемнадцатый. Николай Дринчич. Защитник перпского Амкара. Который, если дело дадет до штрафного, наверняка покажет Марку Амелию, как он умеет выполнять штрафное. Форенса. Португальский арбитр по имени Педро. Сейчас очень активно жестикулировал. После того, как ничего страшного не случилось. Но наткнулся к вылане на Юветича. Ничего страшного не произошло. Тем не менее, какие-то разговоры пошли между футболистами. И Мерковученич получил желтую карточку. Вся бригада арбитров, разумеется, из Португалии, а также резервный арбитр. Еще два слова о Черногории. Самый известный футболист, который мог бы быть черногорцем, вернее, он является черногорцем по происхождению, по крови, скажем так. Ну вот, видите, как раз пропалит информацию. Итальянцы не могут без этого совершенно помешаны на политике, особенно в южных регионах. На мой взгляд, итальянская молодежь слишком, слишком политизирована. Деление налево и направо в Италии очень ярко выражено. Ну и, вы знаете, отметилась Италия неприятными инцидентами в Болгарии. Я, честно говоря, относительно итальянских болельщиков с этим не сталкивался никогда. Да, вообще, проблема национализма, причем крайнего национализма, сейчас становится очень острой во всех странах Европы, и России в этом смысле вовсе не исключение. Итальянские ультрас, крайне правого толка, ну, болельщиками вряд ли их можно назвать. Группировка в количестве 150 примерно человек устроила беспорядки тут положение вне игры, поэтому пенальти назначен не будет. В порядке 150 человек устроила беспорядки. В Софии была ученена драка с, ну, опять же, не поклонниками, околофутбольными людьми Софийского ЦСКА, которые, в свою очередь, являются людьми крайне левых взглядов. Так вот, все это было зафиксировано новостями. Более того, итальянская группировка бродила по Софии, выкрикивая «Дуччи, дуччи!» слово с вполне определенным намеком. Ну, и, в общем, вела себя крайне агрессивно, совершенно не скрывая своих политических взглядов и убеждений. Никогда не видел, чтобы в итальянской спортивной газете таким вещам уделялось пространство газетное, а тут представьте себе пол полосы в газете «Долоспорт» на следующий день после матча, причем на одной из первых полос было посвящено описанию вот этого самого инцидента, вроде бы совершенно не имеющего никакого отношения к футболу. Поэтому сегодня вот этот баннер «Но политика», то есть давайте обойдемся без политики, наверное, в том числе призван как-то в резоне тех, кто вот так активно проявляет свои крайне правые взгляды на выездах. Подача в штрафную сборную Черногорию, мяч пролетает мимо ворот. Ну, и заканчивая с описанием всего происходящего на поле и представления команд, завершая Динаталия, кстати говоря, вот такой пас выдал, под очень большим сомнением был его выход на поле, не впечатлила его игра как у Монтолиева в Болгарии, но Джузеппе Росси получил небольшое повреждение, правильно планировалось, что именно он сыграет в стартовом составе, но говорят, что Де Росси выйдет во втором тайме вместо как раз Динаталия. Джузеппе Росси в запасе, Монтолиева, там же Перотто, Гамберини, Бонеро, Квалиарелло, Игорь Кипер, Де Санктис. Самый известный черногорский футболист, как раз я начал об этом говорить, никогда не игравший за эту команду, потому что я не успел просто в силу возраста, это, конечно же, Дейн Савичевич. Опять-таки, видите, какие у черногорцев связи с Италией в футбольном смысле, не только в названии этой страны, которая, как я уже говорил, звучит абсолютно по-итальянски. Дейн Савичевич сейчас является президентом Черногорской Федерации Футбола, ну а тренирует команду опытнейший наставник Зоран Филиппович, который с различными клубами бывший в Ярославии работал, ну и поработал он тоже в Италии, был у него такой этап в карьере, он был ассистентом тренеров генуэзской Самдори, так что вот еще раз отметим крепкие связи между черногорским футболом и итальянским. Пока совершенно ничего в атаке у черногорцев не получается, Килини и Канаваро блокируют Мирко Вученича, любопытное противостояние не правда ли, правда, Канаваро в этом чемпионате Италии не выступает, но тем не менее, Килини-то не выступает, поэтому с Вученичем с манерой игры, конечно, он очень хорошо знаком. Симоно Пепе прочно обосновался в основном составе итальянской сборной, которая в общем-то строится заново, но проблемы остаются, проблемы в первую очередь лежащие на поверхности, об этом мы тоже говорили в предыдущих трансляциях, когда вместе смотрели матч сборной Италии против грузинской сборной. Проблема все та же, отсутствие нового харизматического лидера, причем в линии средней и атаки. Кстати, черногорцы могут забить гол, но не попадает в ворота, вернее, в сетку ворота не попадает Зверотич, Элсад Зверотич, из 7-метрового пространства выбрал он то, в котором находился защитник Дзамброта, который среагировал на этот удар и успел развернуть стопу. Вот так вот итальянская оборона позволяет создавать суперопасный момент у своих ворот. Повезло. Без буфона это совершенно не то, я имею ввиду, оборону в целом, которую венчает вратарь, в часа 5 Амелия мечется, мим меча, это, конечно, огромная проблема отсутствия. есть у тренера. Мне кажется, что Де Санктис гораздо более сильный вратарь, чем Марк Амелия, но я не знаю, наверное, Липи смотрит в будущее, понимая, что Де Санктис всего возраста не может претендовать на роль первого номера на годы вперед, потому что все-таки ему уже 30, 30, 30, да, на самом деле, я смотрю, не так уж ему 31 для вратаря, но все равно они не 25 с чем-то, как Амелия, а другом меньше 30, но, в общем, так или иначе не Де Санктис, сменщик Буфона, по мнению нового главного, старого нового главного тренера сборной Талии, но последите, как Амелия действует в воротах, не очень уверенно, и эта неуверенность не то, что передается защитникам, потому что вряд ли Коновару можно чем-то там смутить, но когда защитники не чувствуют, что позади них стена Буфон, как-то больше, наверное, ответственности ложится на их плечи, и риск допустить ошибку в связи с этим, мне кажется, увеличивается. Молодцы черногорцы очень неплохо играют после пропущенного гола, и вот отрезок в последние 5 минут проводят очень неплохо. У итальянцев шанс провести контратаку, заигрались черногорцы, Джилардино пас направо, Симоне Пепе, честное преимущество у итальянцев, очень неплохо Пепе, только вот это был лишний фильм, как мне кажется, уже освободился от защитника Симоне Пепе, но начал Милана Ювановича обыгрывать второй раз и наткнулся на соперников. Контратаку итальянцев не прошла. Подача, и черногорцы легко справляются, пытаются перейти к атакующим действиям, и 2 в 1, сейчас идет атака, Вученич, возвращаются итальянцы, 3-3, Мирко может завершать, браво Мирко, 1-1, брависсимо, молодец, умница, великолепно, сборная Черногория ловит саму Италию на контратаке, на 18-й минуте счет сравнялся. Ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, и быстрый гол не должен был вводить Италию в заблуждение. Атака, самое сильное звено сборной Черногории, об этом писали и трубили абсолютно все итальянские газеты. Выручил ли, выручил бы Буфон в данном случае? Ну, дело, наверное, не в том, выручил бы Буфон или не выручил, а дело просто в том, что, когда нападающий видит, что перед ним Буфон, он и ведет себя, я полагаю, несколько иначе в завершающей фазе атаки перед нанесением удара по воротам, понимая, что простым ударом по центру Буфона вряд ли переиграешь, и в результате нападающий теряет драгоценные секунды, выдумывая, как бы вот так похитрее пробить. А когда в воротах не Буфон, а просто Марк Ламелия, можно его так пробить без изысков. И, в общем-то, технический брак, на мой взгляд, допустил Марк Ламелия, не выручив свою команду в этом эпизоде. что ж, 1-1. А это значит, что мы с вами посмотрим в дальнейшем интересную игру, потому что черногорцы не боятся Италию. Ну и, честно говоря, не вижу оснований бояться Италию в таком вот составе. Особенно, если мы берем среднюю линию и атаку выдающихся мастеров. К сожалению, еще раз приходится повторять, для итальянского футбола выдающихся личностей среди молодежи нет. И как бы ни трубили все итальянские СМИ о том, что потенциал Альберто Аквелани неимоверный. Я думаю, вы со мной согласитесь, вряд ли Аквелани станет преемником Баджо и Тотти в сборной Италии в качестве главного фантазиста, игрока в позиции, которая во все времена в итальянском футболе очень ценилась. Монтолеву явно на эту роль не тянет. Получается, сейчас даже итальянцы об этом пишут и говорят по телевидению, иммунистических программах. Главный плеймейкер сейчас Дероси. Но вряд ли это его роль. Иванович получает желтую карточку. 21 минута пробежал незаметно. Увлекательная игра, хороший темп. Очень агрессивно начали футболисты с Квадро Азур этот матч, потому что Италия требует от сборной Италии футбола соответствующего статуса действующего чемпиона мира. Вот главный леет мотив материалов, которые предваряли эту игру в итальянских СМИ. Требует от Липи не только результата, не только повторения рекорда, потому что Липи и так уже себя вписал в историю. Дополнительно никаких регариев он специально не нуждается, чтобы как-то изменить о себе мнение в еще лучшую сторону. Нет, с этим все понятно, Киелин не бьет поворотом вратарь на месте. Хочется итальянцам видеть в исполнении сборной Италии футбол достойный по качеству игры достойный чемпионов мира. Ну, собственно, это то, чего хочется не только болельщикам сборной Италии в Италии, но и болельщикам сборной Италии за пределами Италии. Потому что основной аргумент тех, кто не принимает эту сборную из числа, скажем, наших многочисленных телезрителей, продолжающих извечный спорт, такой футбол лучший, итальянский, испанский или английский. Так вот, претензии сборной Италии всегда, хоть бы она там что угодно выиграла, играет скучно, играет неинтересно, играет слишком на результат. Не яркий футбол, не Испания, да. Такой футбол, который демонстрировал сборную Испании на чемпионате Европы, сборная Италии не демонстрировала никогда. Никто с этим не спорит. Италия хочет, футбольная Италия хочет, чтобы сборная играла, как Испания, в такой же красивый, яркий, захватывающий, атакующий футбол. Может ли эта сборная играть в такой футбол? Я не уверен. Но требует, требует, и поэтому Италия, вы видели, как агрессивно начала этот матч, внесла буквально мяч в ворота соперника на седьмой минуте, потом все пропало. Более того, черногорцы сравняли счет. А сейчас равная игра. Я думаю, человеку, который случайно включил канал онлайн, и не разбирается в нюансах футбола, не знает расстановку сил в мировом футболе, вряд ли придет в голову после просмотра 10-15 минут этого матча, что играют действующие чемпионы мира против команды, которая существует год с небольшим. Гатузо Танасевич здорово очень играет. Кстати, можно обратить внимание на позиции центрального защитника Йован используется в сборной Черногории. Ну, не исключаю, что Андрей Кобелев смотрит этот матч. Сам внимательным образом следя за действиями игрока основного состава московского Динава. Две ничи у черногорцев в двух пока что проведенных официальных матчей. в истории этой молодой федерации. Пепе с мячом Гатузо продвигается к штрафной площади и очень здорово опять выбрасывается. Это Йован опять-таки сыграл в подкате. Не правда ли? Так можно его определить поменьше волос на голове, чем у окружающих его товарищей по команде. Это Йован так блестяще я бы сказал сыграл в подкате. Где Наталия? Пас штрафной. Опять черногорцы обороняются достаточно успешно и с мячом Зверотич, а ведь еще есть Дринчич, который в случае чего так пробьет штрафной, что мало Амелии не покажется. Коноваров мяч у Италии. Пас налево до сцена. Вученич. Можно играть, показывает арбитр. Не было нарушений правил против Дзамбротта. И черногорцы неплохо переходят к атакующим действиям. Хорошая передача на ход Вученичу. Да, достойный соперник в лице Мирко у Коноваров с Кьеллини. Итальянцы идут вперед до сцена. Слева Динатали. Джилардина пока совершенно без мяча играет. Динатали бьет. Не рискнул вратарь черногорской команды ловить мяч. Отбил кулаками Полексича и повторный удар Аквилани забрал на мяч. Старается Динатали. Вдруг вот так неожиданно Динатали превратился чуть ли не в ключевого игрока сборной Италии. Что опять-таки мне кажется очень символично. Но при всем уважении к Динатали опять-таки 31 уже ему где он был все эти годы пока не освободилось место в основном составе в силу травм отдельных игроков в силу того что Тотти закончил выступать за сборную. конечно не совсем это нормально когда вдруг лидером чемпионов мира становится игрок скромный по всяким меркам и по итальянским в том числе меркам игрок команды Удинезе. Наверное в такой команде как Италия на первых ролях должны быть игроки представляющие ТОП-клуба. И в продолжении парадоксов таких игроков как ни странно в нынешней сборной Италии раз-два и общался. Собственно их сколько трое по большому это счет от Замброд Канаваро до Гатуза все-таки вряд ли мы осмелимся очень симпатичную команду Рому отнести к грандам европейского футбола. От Италии на эту роль претендует Милан Ювентус Интер 2-0 2-1 так как-то я упустил гол в Черногорце хотя он был хороший гол да Куэлани забивает второй мяч в этом матче но это вовсе не отменяет сказанного о том что Италия очень рассчитывает на этого игрока как на будущего лидера во всех отношениях своей сборной но если вспомнить как начинал Баджо как начинал Тотти свою карьеру тут конечно сравнение не в пользу нынешнего полузащитника Рома тем более что сейчас его откровенно зевнули защитники Черногорской команды мне все-таки не хватает концентрации может быть физической готовности для того чтобы безупречно в обороне играть во всех случаях когда итальянская сборная атакует но настрой итальянцев в общем видится не вооруженным взглядом за 10 минут быстренько итальянцы вернули все в этом матче на круги своя они выигрывают со счетом 2-1 30 минут не сыграно преимущество конечно значительное но вот позволили черногорцам минут на 10 перехватить инициативу итальянцев очень достаточно быстро эту инициативу себе вернуть продолжая перечислять проблемы новой сборной Италии конечно стоит отметить огромную проблему это нападающий потому что опять-таки при всех комплиментах к Альберту Джалардино не сумел закрепиться в Милане человек это о многом говорит сейчас посмотрим атаку черногорцев Карентино это не замена Милана хотя Карентино тоже хорошая команда но с точки зрения статуса не Милан правда и Джалардино сейчас получается Тони стареющий в общем-то Тони тоже за 30 Джалардино из молодого поколения безусловно самый яркий талант итальянской команды но опять же привожу в качестве аргумента то о чем писали итальянские СМИ и говорили накануне этого матча нужен игрок уровня Виали уровня Вьери уровня Инзаги лучших времен то есть вот такого забивного нападающего такого масштаба фигуру хотят видеть итальянцы в своей сборной на передней линии атаки а такого нет и не видно к сожалению ни в молодежной ни в юношеской сборной так что очень непростые времена переживает Марчелло Липи в качестве главного тренера итальянской сборной от которой всегда ждут только побед которые нужно отстаивать свой титул чемпионов мира а ведь уже последовал провал на чемпионате Европы ну вот придется Липе работать не случайно нам его показывают с тем материалом который у него есть а материал прям скажем не такой чтобы вырубить например из нее что-то похожее на плиту Микеланджело хороший футбол кстати вполне благодаря я думаю черногорцам которые играют очень прилично для первого в своей истории выездного официального матча молодцы просто черногорцы совершенно не тушуются не боятся сборной Италии пытаются цепляться за мяч но вот когда итальянцы уже совсем агрессивно начинают действовать и добавляют скорости в своей игре кстати это довольно таки новая я думаю вы со мной согласитесь новая черта в игре итальянской сборной порой слишком даже быстро для итальянской команды действует сборная Италии в сегодняшнем матче ну в некоторых игровых отрезках когда так у нее получается играть это действительно смотрится от Килини мяч уходит за пределы поля черногорцы бросит аут Павичевич Павичевич видимо умеет бросать далеко мяч но неудачно выбросил за счет мяч штрафной площадь достаточно футболист на 28 в конце года исполнится за воеводину выступает за пределы Югославии когда он не выезжал Сава Павичевич бывший Югославии но понятно что все время повторять не имеет смысла о чем речь идет и так ясно итальян с мячом петли назад не очень заметен Дероси зато очень старается Антонио Динатали около 10 минут до перерыва Гатузо Замрота Здорово бить с этого расстояния вряд ли имел смысл потеряли мяч черногорца и повезло сейчас что успевает на перехват защитник тут же теряет мяч провал в правой зоне туда же сразу Аквилани смещает акцент атаки Пепе подача и удар поворотом сваливается мяч с ноги Дероси кстати говоря бил 10 номер помните перипетия тоже вам рассказывал в прошлом году с 10 номером после Тоти первый матч одел Дероси и вроде все как говорили вот он новый Тоти но понятно что Дероси и Тоти мы совершенно разные игроки вообще по всем мыслям параметром Аквилани хоть по своей позиции на поле приближается к Тоти хотя все равно тоже не совсем верное верное сравнение но куда ближе к атаке действует нежели чем Дероси поэтому 10 номер на спине Аквилани ближе к правде но это дополнительная ответственность 10 номер в итальянской сборной это очень символично 10 номер это Тоти это до него Баджо вот какой футбол слишком высокая планка понимаете Аквилани не условно талантливый футболист но слишком высокая планка полнообразно играет итальянская сборная то прибавляет то вдруг сбрасывает обороты и черногорцы тут же пытаются этим воспользоваться сейчас неплохой финт из Бразила Бошкович Бошкович выступает сейчас за Рапид по 3 сезона Борис Нажермен отыграл но дальше еще добиться ничего посмотрим штрафной можно бить по Амелии с такого расстояния там не буфон в воротах и Мирко об этом знает молодец правильно делает а через сторону полетел мяч глядишь мог вратарь допустить ошибку Мамелии опять-таки можно только посочувствовать потому что буфон это такая же планка для игрока в позиции фантазистов сборной Италии как там Баджо и Тотти то же самое для вратаря но невозможно быть вратарем уровня буфона правда же то есть таких вратарей в истории футбола было не так много но все-таки не должна быть пропасть между буфоном и тем кто под ним Данасьевич на наших своем экранах досталась Антония Динатали и он получит желтую карточку в центральной зоне кстати говоря у Черногорца все нормально и голы которые они получили в общем-то не являются следствием ошибок динамского защитника просто второй темп очень хороший у итальянцев и первый второй гол но особенно первый был забит вторым темпом а второй просто там слева у себя в обороне не разобрались с защитниками полузащиты странно кстати что бил и Вученича не дринчич в предыдущем эпизоде но Вученич здесь абсолютно лидер и видимо непререкаемый авторитет вне игры показалось ну на самом деле действительно офсайд сейчас черногорцы очень умело выполнили искусственный офсайд в момент удара Динатали пытался из глубины выскочить на этот мяч португальские арбитры зафиксировали вне игры 2-1 по прежнему счет в пользу сборной Италии но черногорцы продолжают оставлять очень неплохое впечатление периодически на экранах мелькает совсем юное лицо полузащитника Стивана Юветича восьмой номер черногорской сборной молодому человеку 19 лет всего-навсего и он выступает за итальянскую Фиорентину кстати говоря допустил я этот момент может значит наблюдать за чемпионатом со стороны а не изнутри в этом году перешел из партизана Юветич в Фиорентину так что вот еще одна связь между Черногорией футбольной и футбольной Италии может быть здесь дринь сюда пробить нет дает опять бить лучше ничего при том что расстояние очень приличное до ворот приходится даже в таком броске Марко Амели отбивать этот мяч и гадал даже здесь не по мячу играл вратарь с такого-то расстояния сейчас мог попасться на противоходе рогбийная стойка у Павел Карнавара Юветич причем даже в основном составе Фиорентина появляется и уже даже нет да вовсе он не забивал но в стартовом составе выходил два раза в этом чемпионате заканчивается первый тайм вроде бы так по владению мячом преимущество итальянской команды счет 2-1 всего лишь в пользу ну и черногорцы сдаваться не собираются Италии чтобы чувствовать себя уверенно мне кажется нужно выигрывать с преимуществом в два мяча отсутствует сегодня еще и Камаронези из-за чего собственно Пепе завоевал место в стартовом составе Камаронези был примерно дней на 20 из-за травмы так что вариантов для усиления или разнообразия игры не так много но Динаталья очень прилично играет но Динаталья двуногий поэтому в крайнем случае можно предположить себе замену Дероси Роси просто Роси на выход его вместо Пепе и Динаталья может с ним флангом поменяться просто на пуску Дероси левша неудобно не слева играть посмотрим обещали Дизо Пепе Дероси выпустить на поле тренера говорили об этом на предматчевой пресс-конференции как я уже говорю он планировался в основном составе но для сборной Динитальи видите получается все что не делается все к лучшему очень хороший футбол демонстрирует Антонио Динатали в сегодняшнем матче может не играть нет нарушение правил лежит на поле но уже не лежит а так вращается популя атакующий полузащитник Фиорентины Т-1 Ювитич желтую карточку получил Гатузо еще один штрафной с очень приличного расстояния и опять опять готовится удар по воротам ну так не разберешь ученич это или не ученич нет бил как раз вот Дринчич ученич штрафной площади я думаю что вот это как раз и ярче всего характеризует уровень квалификации вратаря сборной Италии так что это вовсе не мои какие-то там инсинуации ну представьте себе если по воротам стоял буфон ну посмел бы кто-нибудь в голову вообще пришло кому-нибудь бить там с 30 метров по поворотам в которых стоит буфон а здесь как только мяч ближе где-то 30 метров между 25-30 удар по воротам следует потому что Мирка Вученич наверняка своим партнерам сказал по этому вратарю можете бить с любой дистанции он не уверенный себе голкипер и может допустить техническую ошибку не сумел обыграть соперника и тот здорово убивает не мяч нельзя подавать Гатузо открывается слева до сцена минуту добавлено где мяч а мяч в руках уголки одна минутка добавлена она уже идет 2-1 Италия впереди Акулани дважды Вученич у Черногорцев пока только футболисты выступающие в серии А отличились в этом матче и опять до удара Амелия мечется в сторону рикошет и полетим мяч ближний угол опять Амелия попался на противоходе Вукчинич узлового флага останется мяч в поле у Черногорцев вновь Симон Вукчевич Нарушено правило и сейчас прозвучит свисток к перерыву 2-1 вроде бы не самая сложная игра для Италии но победа пока не гарантирована подопечной Марчеллу Липи для того чтобы чувствовать себя спокойно я думаю нужно итальянцам забить еще один мяч получится это сделать и преподнесут ли черногорцы какие-то сюрпризы в втором тайме мы узнаем совсем скоро пока что в матче вперед ну что ж мы продолжаем смотреть с вами матч отборочный чемпионата мира 2010 года Италия Македония Черногория похоже по буквам на Македонию нет соседнего государства но теперь соперники на футбольном поле так сборная в Монтенегро или по-русски Черногории против Италии очень много как мы уже отмечали связывает в футбольном плане не эти две страны но и в языковом как выяснили тоже 2-1 итальянцы выигрывают при том что начали они очень агрессивно затем позволили выровнять игру Дзамбротто бьет и уже в начале второго тайма Италия могла выполнить то о чем мы говорили перед перерывом то есть выйти вперед с преимуществом в два мяча Черногорцы играют неплохо и для того чтобы взять три очка и спокойно встретить Новый год лидером группы Италии все-таки нужно для уверенности как мне кажется вести с преимуществом в два в два гола Альберто Акуелани забил об мяча у Италии Мирко Вученич выступавшего здесь на этом стадионе Виа-Дель-Маре в приморском городе Лечи на юго-востоке Италии забил вспомнив как он это очень успешно делал будучи нападающим местного клуба Лечи Напомню вам составы которых играет команда сборная на юго-востоке на юго-востоке на юго-востоке Киротич 17-й Дринчич 18-й номер Зоран Филиппович главный тренер Черногорской сборной проводящий свой первый в истории как мы уже говорили в разделе еще раз на этом акцент свой первый в истории выездной матч официальный в рамках отборочного цикла будь то чемпионат мира или Европы но в Европе еще в таком отборе черногорцы не играли им это предстоит в отборе уже к чемпионату Польши и Украины мячом владеют итальянцы пас на право замброта португальская бригада арбитров Педро Фройен сам главный и главный арбитр показал несколько желтых карточек до перего вторую очередь черногорц мне сказалось на газоне капитан черногорцев Клавмир Калюченич готов засмотрим что там могло случиться как всегда Ирина не очень дружелюбен и капитан итальянской сборной Фавио Курнаваро которого так не хватало на чемпионате Европы как не хватало и Марчелло Липи и так что касается Марчелло Липи наверное пора уже рассказать последнюю домашнюю заготовку и так одно очко то есть достаточно сыграть ничью сборной Италии под руководством Липи и это будет тридцатый матч сборной Италии без поражения под руководством этого тренера таким образом Марчел Липи сегодня может войти в историю не только как тренер ставший чемпионом мира а сейчас опасно и вручает вратарь здорово молодец сейчас Галкипе кстати очень неплохой вратарь так уверен действует Вукасин Полексич или может быть как от Кокши читается но не знаю про хвост чтения Вукасин наверное Полексич он в Венгрии выступает за клуб за клуб Дебертсен но вы знаете в Италии оказаться просто совсем бесталанным у Галкипера нельзя влечь вот здесь он провел целых три года очень неплохая техника на мой вкус у этого Черногорского у Галкипера удар поворотом не точно седьмая минута идет так вот 30 матчей без поражений этот рекорд держался очень и очень и очень долго и безусловно событие вполне такое знаковое для итальянского футбола потому что в последний раз 30 матчей без поражений в качестве главного тренера-сборной сыграл великий и выдающийся Виторио Потсо я уже произношу эту фамилию в начале репортажа вас было время посмотреть в интернете кто же это такой если вы вдруг не знаете но действительно вот вопрос а верите ли вы в то что в современном футболе или в футболе недалекого будущего ну на наших с вами по крайней мере на наших глазах на нашем веку родится такой тренер уже существует который дважды выиграет чемпионат мира и еще олимпийские игры я думаю что такой тренер вряд ли еще когда-нибудь появится а именно таким тренером был Виторио Потсо человек который победил со сборной Италии на двух чемпионатах мира в 34 и 38 и кроме того он умудрился выиграть со сборной Италии Олимпийские игры 36-го года которые проходили в Гитлеровской Германии так что еще уникальность заключается в том что все победы были одержаны в течение четырех лет сейчас угловой черногорцы подадут я еще немножко расскажу об этом не то же когда еще будет повод тем более что мы в живую мы смотрим почти в живую смотрим матч с вами в котором может быть писана такая история яркость в истории футбола Италии Амелия среагировала на удар выручила свою команду расслабляются итальянцы периодически и позволяют черногорцам создавать опасный момент у своих ворот до сцены выиграл мяч прямо на ногу с Тиланом Ювитичу и там рикошет был очень для Амели неприятным среагировой голкипер выручил свою команду я не сомневаюсь что если детали пропустила она тут же бы прибавила но это все вышло на наклонение еще не изменился 2-1 в пользу итальянцев за эти 30 матчей без 29 без поражений Липи 17 раз выиграл 12 раз сыграл в ничью и можете поверить что в последний раз Марчелло Липи но правда у него был перерыв в тренерстве так что это данное событие делает впечатляющим но тем не менее в последний раз Липи проигрывал аж 4 года назад в 2004 году сборной Словении он проиграл в отборочном матче к чемпионату мира 2006 года с тех пор 29 матчей включая сам чемпионат мира в Германии Италия в атаке мяч в руках и удачи А что касается Викторио Потсу то действительно это грандиозная фигура для мирового футбола хотя наверное вы современные болельщики особенно более молодого поколения будут вихидничать и говорят ну что за пример подумаешь там какие-то чемпионаты мира 34-38 года тогда и выигрывать было легче и условия были другие и вообще олимпиада в фашистской Германии это такой вот турнир который нельзя считать полноценным и так далее и тому подобное может какие угодно приводить аргументы но вы знаете если по этой логике рассуждать то если например у персидских сатрапов был бы хотя бы десятых автоматов калашников калашников и один БТР например или тем более установка град то я думаю никакого Александра Македонского не было бы в помине как его империи так что не совсем корректное я думаю сравнение современного футбола и принижение достижений предыдущих тренеров футболистов предыдущих поколений из-за того что дескать футбол там в те времена был другой Виторио Плоццо это великий тренер тренер который дважды выиграл чемпионат мира еще и олимпиаду и вот представьте себе чей рекорд может сегодня ну не побить а догнать догнать по количеству таких матчей Марчелло Липе а следующий матч который он может этот рекорд уже действительно переписать на свое имя состоится как раз против сборной Черногории с которой Италий играет сегодня вот какая удивительная действительно какая-то физическая абсолютно связь Черногорского футбола и итальянского Черногорск хорошие впечатления оставляют мы же не первый раз об этом говорим сейчас здорово играл Юветич обыгрывая Коноварова судебный фиксированный решение правил пора по итальянцу ждать третий гол я думаю что мы увидим с вами замены совсем не виден Джалардино как от него ждут результативные игры и футбола который ну вы знаете то же самое как в Милане ведь от Джалардино ждали так получилось он оказался что называется в нужное время в нужном месте его же брали не предполагая о том что и Роналдо не пойдет и Шевченко уйдет и так далее и тому подобное и вдруг ни с того ни с сего Джалардино стал основным форвардом самого Милана но вместо него продолжал 33-летний Индзаги забивать решающие голы и в большом счете свой шанс Альберто не использовал очень ждет от него футбола на уровне лидера атаки сборной являющейся чемпионом мира и вот видите Альберто старается лезет бьет но редко очень конечно у Джалардино оказывается на ударной позиции в центре внимания хотя старательности ему не откажешь я думаю болельщики Милана со мной согласятся из Милана из Милана в общем по самодаче к Джалардино претензий быть ну никаких не могу в принципе и по средней результативности тоже не правда ли забивал он довольно прилично но все равно было какое-то ощущение сравнивая с теми кто блистал в Милане до него там Бастон Шевчерков но еще не то вроде забивает но все равно не то их как-то наверное руководители Милана это почувствовали и Джалардино теперь выступает за другим команд среди боя итальянцы взялись за ум пытаются атаковать Пепе ушел с левого фланга вернее справа на левый фланг посмотрим поменялся Леонс Динатали но Динатали действительно двуногий сейчас по идее он должен где-то быть здесь но Аквилани пока-то получает мяч да вот и Динатали совершенно верно он в Одинезе так уиграл то есть право то есть левый в зависимости фактических задач которые перед ним стояли удар по воротам неплохо только слишком Симон и Пепе подсел под мяч и зарядил его значительный лучший ворот ну что Марчелло Липи увидели мы ну вы знаете эта перестановка она может быть связана на мой взгляд с тем что готовится замена Пепе вместо Де Роси где Натали передвинули направо чтобы он там немножко заслывался а потом Де Роси не Де Роси Роси просто может выйти налево но пока выходит Бонеро вместо до сцены это замена на укрепление оборонительных действий потому что Бонеро ну гораздо позже ходит вперед хотя может быть Киеллини используем в качестве левого защитника Фиорентини на этой позиции как раз и играл но пока я не вижу чтобы в оборонной тазарской сборной произошли как-то перестановка Коновара выбивает мяч за боковую линию вернее за лицевую линию и угловой должны на Черногорску подавать мог бы арбитр там не блокировочкой зафиксировать но свисток не прозвучал главой в исполнении легкий мяч пулаками отбивает вратарь не старший безобрать его намерку от фолк четверть часа сыграли команду во втором тайме счет не меняется 2-1 в Позвитали очень слабая группа в которой выступают итальянцы по сути дела они соревнуются сами с собой болгары сыграют три ничьи подряд на мой взгляд выбывают из борьбы ну и вообще болгарская сборная сейчас далеко не так что было в 94-м году и всерьез ее как претендент на повестку чемпионат мира рассматривать не стоит сейчас по таблице получается так что единственный соперник по сути дела и настоящий как и у Италии это Ирландия в общем сборная которой каждый отборочный цикл пытается забраться как можно выше и уже ездил на чемпионат мира я думаю что вот ирландцы фавориты в борьбе в борьбе в борьбе за второе место в этой группе первые итальянцы могут не забывать только силы таких скоростно-мажорных обстоятельств действительно в этом смысле с группой им очень повезло но это не отменяет задачи бороться в каждом матче даже на Кипре пришлось поволноваться за очки Акулани переводит акцент атаки смещает направо Пепе опять с местами с Динатали черногорцы контратак ведут на итальянца выстрел с довольно мощным обороном еще и Донер туда добавился Мульчевич пробил достаточно опасно еще балосток от земли для мели любой удар изделий может быть проблемой потеряем мяч после своей штрафной площади черногорцы для Джовардин у нас не дошел блокировка фиксирует арбитр штрафной и штрафной будет выполнять итальянцы разыграли Акулани подачи подачи и штанга попадает мяч не повезло замброт атака продолжается не получился пас и не получился легко безбороны черногорцы а так вполне веселая игра неправда по сравнению с матчем я игру с Балгарией не видел но говорят это было жутко скучное зрелище Италия и Грузия тоже никакого впечатления Италия не оставила и игра в целом была не очень хорошего качества а сегодня нам уже вполне приличный футбол и во многом благодаря черногорцам которые симпатичную игру показывают но итальянцы все-таки более сегодня подвижный и быстрый между чем в предыдущих матчах Клавиарелло собирается выйти на поле Ами Ами Росси чуть-чуть не докрутил мяч Акулани пришлось дотягиваться это Дерой Сибил поворотом классного от игрока мирового класса экстракласс Зидан так вырезал этот мяч что он полетел бы ровно на такой высоте на такой скорости чтобы Дерой остался вместе без всякого прыжка рыбкой без нырка просто переправить на человека Ну вы думаете что я слишком натостаке натянутое сравнение делаю я не так не считаю 10 номер сборной Италии это должен быть игрок вот такого именно пиротка нет это Симона пиротка вместо оплывания лучше оплывания забил но пресс получится хорошую можно смываться нырка придаст уверенность оплывания но как только тотти залечит свою травму вернуться на поле в герлане сразу будет понятно вновь это самое главное подболит еще один штрафной смотрит Амелия в ужасе не летит для международ но сейчас для Амелия в очень четвертый попал но предположим что Амелия видел что не попадает в стверд четверть матча осталось сыграть командам 2-1 скользкий счет у Черногории есть лучший мяч черногорца с мячом и удар поворотом неплохо прилично очень смотрится Левитич по защите самая яркая фигура но опять-таки просто так в Туринкине тем более в основном составе и попало не окажется неразумная политика проводит итальянская федерация отправляя Италию на вот такие матчи с не рейтинговыми соперниками а тут к сожалению для итальянской федерации все матчи не рейтинговые и на Сансиро глупо играть с Черногорией с Ирландией с Болгарией не придет народ видите какие-то свободные места дорогие особенно которые билеты по центру и есть свободное кресло даже в Летчем не избалованы хорошим футболом но в принципе идея абсолютно правильно Вудина из Грузии был аншлаг здесь но будем считать почти что аншлаг таким образом и национальная сборная как-то к народу ближе становится приезжая города которые не являются столицей столицами поскольку две в Италии даже три Мила Куроверина Турин там один сектор безопасности наверняка где пустынист а так в общем народу очень прилично для этого города южного на юге вообще бедно жили во все времена в Италии даже в самые лучшие для Италии времена 90-е годы когда особенно благополучно жило большинство населения но на юге всегда жили хуже чем на севере и думать я из вас кто внимательный часто смотрит серию А особенно трансляции из маленьких городов он обращает внимание на стадион в том же Лече в Калиере когда 5 человек сидит на трибунах тут дорого очень дорогая жизнь живут небогато и конечно футбол денег не остается тем более что весь идет по телевидению ну а на сборную все таки вот народ собрался что не произошло бы абсолютно верно в том же Милане в Ирине или на Нембийском стадионе Ирине хотя да еще к тому же было бы смешно потому что полстадиона время борьло бы завучили ничем не за сборную тал пока мы отвлеклись от того что происходит на поле а там происходит борьба в районе центральной линии но такое впечатление что силы черногорцев на атакующие действия заканчиваются постепенно петли петли Боннеран поменялся он с Замбротой фланг Боннер слева играть не умеет Джавардина продолжает стараться но покорник не удается зацепиться за мяч Юлитич макнулся как раз над Замбротой Замброт пошел вперед по правилам считает арбитр сыграл Павичевич недоволен стадион сильногорца атакует пас вперед и неплохой пас задумки пас был на Амир получен конечно очень усиливает игру команды наличие нападающего такого класса как Лучинич первых регулярно в одном из ведущих европейских чемпионатов заливает отдаёт гури из-за передачи результативной в лиге чемпионов играет постоянно чувствуется класс действие Лучинич парадокс таки парадокс на мой вкус посильнее Гелардина что в общем-то конечно странно что основной нападающей сборной Черногории по-игротски то где-то посильнее чем на данный момент основной нападающей сборной «Корпей» Готов за отдал мяч «Черногорцем» «Корпей» Живой футбол показывает сегодня сборная «Италии» в отдельных игровых отрезках но в целом я думаю все-таки не то что просила что просили болельщики и фурналисты сборной «Италии» сегодняшней ночи начало был конечно ошибающий хороший был отрезок перед вторым забитым голом но так в целом он более ярко чем с Болгарией но еще далеко от того что всем хотелось бы на исполнение этой команды видеть причем усилить эту игру можно за счет только тех кто всем хорошо известен это в первую очередь Андрея Пирло который травмированный ну и все и Лукатони ну Камаронези с возможностью Камаронези все хорошо знакомы в большом счете все кроме защиты Виталия при таком раскладе Камаронези просто возвращается к варианту по которому он на чемпионате Европы играл мяч летит в руки Амели сборной Ирландии сборной Ирландии выигрывает в параллельной ночью Кипра скромненько 1-0 так что по очкам как мы уже само отмечали Виталия и конкурент Италии дипотетический конкурент Ирландии Дорбезе первое место а так 15 минут отделяет Италию от трех очков очередных всего их будет 10 но если что-то не произойдет неожиданно Кулерел выходит на поле а Джузеппе Пероси не выйдет так что обещание было напрасно но любопытно Джованни Кропатоне против сборной Италии в конце концов вот они поборются я надеюсь что мы эти матчи покажем потому что действительно это любопытно замена где Натали уходит но вот вместо него не Де Росси а Куалья Релла утром а утром а а а и и и Черногорцы идут в атаку Не устоял ногах дринчить Рикошет, мяч штрафной итальянцев КП Здорово, как готово сыграл в отборе Пепе Джордина Долго берет мяч, Пиротто И против Боннера, нарушенные правила Уколо 15 минут до конца игры Пинавар поскользнулся Мяч до Квалирова не дошел Черногорцы не собираются сдаваться Дринчич Видимо дождит влече Начали спользить все больше и больше Концем ночь футболиста Газун пока еще в привычном состоянии Удар вперед Кивини Неудачно как сыграл Витич Неплохо контролирует мяч Черногорцы Пробить сложно Дринчич Направо Павичевич От Черногорца Мяч еще за привычной Не удалось забирать еще Развитит атаку своей команды У итальянцев не получается выход из обороны Потери мяча Гучинич как внимательно Смотреть играть как от него Соперники удары Брасается под мяч По-моему это Гатуза был Киро Феррара Что-то линза у него огромная Бедняга Что-то настолько близоруким был Он будет на своих футболистов Ничего себе Кстати в Италии очень много близоруких Ну не то что очень много Вот удар по воротам Не готов был к этому удару Полексич Поэтому не стал рисковать Отбил кулаками Поля Рейлан Ну и еще один известный очкарик Это Ильян Тюрам С достаточно слабым зрением Ну а самый главный очкарик Конечно Марчелло Липп Дероси Был поворотом Очень неплохой Буказин Полексич Поставил вратарь Черногорской сборной У Черногорской Замена сейчас будет Потому что все бывает В первый раз И поражение тоже Случается в первый раз Как поется в песне Без поражения Не бывает побед Ну и как потому что Сегодня Возможно у Черногорцев Произойдет впервые Вот Это А именно Поражение в официальном матче Но еще у них есть 10 минут Владимир Божевич Появляется на поле Вместо Бранко Босковича Ну как мы говорили Чиклоп талантливый Мы даже в этот матч Ярко это не подтверждение Эпизодами Я себя не напоминал Владимир Божевич За Бахаристский рапид Выступает Постольщий на пятный гроб 20 Семену исполнится Через месяц Ну и отметим Уверенную игру Танасевича Из московского Динамо И Дринчича Через центральную зону Вообще ничего Итальянцев не было Дринчич там Все Сементировал А Танасевич Джалардина Не давал принимать мяч 37-я минута идет Второго тайма Подустали команда По конец игры Принял Джалардин мяч И потом отдал Небрежную передачу Значит Оленцы Сохранили Дамброта До пузо Вот Удар поворотом Туротан Слишком сильно Валерова Черногорцы Атакуют все равно Несмотря ни на что Несмотря на то что Сил уже осталось Совсем мало Тем не менее Не сдаются Дринчич Российская комбинация Дринчич Танасевич Прошел Жесткий пас И Леветич Очень прилично Играет Леветич Леветич Удар скидывает Удар скидывает Не та нога По-моему Если это Дринчич Неудобно Значит Это был Зверотич Неудобная была Скидка А так могло Быть очень опасно Из-под себя Уже Не носил удар Зверотич В таких случаях Мяч идет Сильно выше Ворот Но уже остановиться Установить Это движение Ноги Не носил Удар Невозможно Даже если Игрок Понимает Что Все равно Настя летит Вышит Надо обладать Феноменальной Координацией Движения Чтобы Изменить Своё решение И Перестроиться На что-то Другое Вместо Дарта Продолжить Мячом Вот сборная Италия Тоже весьма Символичная Желтая карточка Зазвит тяжкую Времене В игре с Черного Ну и Мало что У итальянцев В атаке Получается В Последней Четверти Матча В общем В целом Неоднозначные Впечатления Вновь Оставляет Италия Какие-то Намёки На ту игру Которую Хочет видеть Публика Были Но в целом Не так много С другой стороны Италия близка К тому Чтобы взять Три очка И очень прочно Обосноваться На первом месте Но я ещё раз Повторяю Результат Достижение Результатов Команды Липпи И самим Липпи В Италии Никто не ставит По самим Но Люди Италиянцы Достаточно умные И более чем Требовательные Чтобы понимать Этот вот штамп И Стиротипно Такой Неминный Будто бы Результат Это всё На самом деле Далеко не всё Зачастую Это отговорка От очень многих Претензий Одним только фактом Нахождение Сборной На первом месте С здесь Очками Болельщиков Специалистов В Италии Не удастся Детворить Нужно ещё Что-то Больше Италия Хочет видеть С разборной Играющую На уровне Команды Являющейся Действующим Чемпионом мира И никогда Ни в одну минуту Никакой матч Об этом не забыла Штрафной Пробьёт Итальянцы Дероси Бьёт Практически Без разбега Не удаётся Здесь Откроется Под мяч Куалья Релли Который Находится Во всайде Момент Исчерпан 42-я Минута Закончена Но на вопрос Выглядела Сегодня сборная Италии Как чемпион мира На фоне Черногории Но это уж У каждого Должно быть Своё собственное Мнение Которым наверняка Болельщики поделятся После матча До окончания Которого Остаются считанные Минуты А ещё не ясно Выигрывает Италия То есть Черногория Сдаваться Не собирается Черногория В атаке А там есть Вученичка А ещё есть Дринчич Который по-настоящему Ни разу не пробил А вот опасно И отсколка Рикошет И Амелия Прям-таки В броске Вынуждена Забирать мяч На 43-й минуте Второго тайма За несколько минут До финального свистка Пока Пока в этом Отборе Италия Ни одного матча Не выиграла Что называется За явным преимуществом В отличие Например От сборной Англии Под руководством Другого Знаменитого Итальянца Фабио Капелло Как Англия Сыгралась в Беларуси Я вам не скажу Смотрите выпуски Информационные На нашем канале Но есть вариант При котором Капелло Окажется Единственным Если не ошибаюсь Вообще Тренером Среди Всех Европейских Сборных Который Будет иметь Со своей командой 100% Показатель По набранным очкам В 2008 году Ну по окончании Всех запланировать На этот год Отборочных матчей У кого-то Там еще Тоже может быть 100 Если англичане В Беларуси Выиграют Еще раз повторяю Не говорю Как закончился Там Как закончился Матч Голландцы Имеют 100% Показатель Но у них Три сыгранных Матча 13 номер Это Новакович Вышел в составе Сборной Черногории Потери Меча Идет Идет Последняя Минута Голландцы Играть Играть В группе Где 5 команд Поэтому Голландцы В этом году Не успеют 4 матча Сыграть Вот так Вот Вопрос Об итальянской Тренерской школе 2-1 Скромненько Выигрывает Италия Ну и Такого Шквала Атак На ворота Голлкипера Черногорской Сборной Мы с вами Сегодня Не увидели Уверенно Действовал Вратарь В большинстве Эпизодов Действовал Надежно В голах Пропущенных Я считаю Он не виноват Лукасин Палек Сич Ну и Таких Моментов О которых Итальянцам Жалеть Придется Посмотреть Что они Не забили В общем-то Не было Три минуты Добавлено Две с половиной Играть Пауза В игре Там Досталось Пепе Смешанное Настроение На стадионе Больше Свиста По-такому Двучей Ничего Нет Нет Все-таки Отвредись Но Что он Сделал Все Что он Мог Для Лечи Получил Приложение От Более Абициозного Клуба Более Конечно Знаковый Клуб Для Север Чем Лечи И Перешел В Ром Ну Доброй памяти Себя Оставил Здесь Ну и Забил Памятный Гол Первый Гол Это тоже Гол Это тоже Где-то Будет Написано В справочнику Что первый Гол На выезде В истории Сборной Черногории Официальных матчей Забил Мир Ковуч И что он Стал Частью истории Сегодня А Марчелло Липи Станет Частью истории Через минуту Потому что Два гола Черногорца Я могу Точно Сказать Не забьют За оставшиеся 50 секунд А если Забьют Один Все равно Это будет 30-й матч Марчелло Липи Без поражений В качестве Главного тренера Сборной Италии И таким образом Он повторит Рекорд Который держался Ровно Получается Ровно 70 лет Рекорд Пренеблежавший Витторио Поццо Теперь Рекордсменов Будет двое А вот Станет ли Марчелло Липи Самым Вот в этом смысле Знаменитым Итальянским тренером Сборной Выяснится Уже в следующем году В марте 28 марта Когда Марчелло Липи И его команду Сыграют Против Вот этой Сборной Черногори Только на ее Сборной Пора заканчивать Три минутки Добавленных Уже Истекли Квальерелло На поле И паузу Совершенно Уже Не нужно Давайте Для выхода Врачей На месте Арбитров Закончил Игру Педантизм Не лучшая Крактилистика Арбитра Что-то могло Быть Сначала показалось Что Италия Может Черногорию Просто порвать На части Ничего Подобного Браво Сборная Черногории И ее Наставник Зоран Филиппович Не простая Победа Ирландцев 10 очков Становится В группе А у сборной Ирландии Сейчас я вам скажу Насколько Меньше На Три очка Две И при этом У Ирландцев Еще Игра Продолжение следует Продолжение следует